Всем привет! Меня зовут Ольга и вы на канале Связать Можно Все. И сегодня я хочу вам рассказать, как можно очень быстро, просто создать красивый наряд для ваших маленьких балерин. Всем приятного просмотра! Итак, хочу начать с того, что моя дочка ходит на танцы и нас попросили купить купальник. Я покупала купальник полиэстеровый и он достаточно такой холодный. И поэтому я решила немножко ее уцеплить и связала вот такое вот балерон. Сейчас я вам его поближе покажу, расскажу. И еще я связала вот такие вот гетры, самые обычные, самые простые. На ножке они будут выглядеть вот так вот. Вот так вот на ножке они будут. Я делала, чтобы они были плотненькие и они идут от голени до коленки, практически до самой коленки. Нигде они не драпируются. Вот такие вот гетры получились. Вязала на спицах 3,25 в две ниточки из пряжи Magic. Там в составе идет и шерсть. И здесь у меня на каждой из гетры я набирала по 32 петли. Вот такие вот получились жгутики. Ну и теперь давайте я расскажу вам быстренько про балерон, как я его вязала. Никакие схемы я не хотела брать. Не хотела я искать никакие ажуры. Я вязала на спицах 3,25 в две ниточки из пряжи Gazal Baby Wool. И у меня сюда ушло 2,5 маточка. Это на рост 110 в 4 года. Значит, как я вязала? Я рассчитала, сколько мне нужно петелек на реглан. И затем спереди я эти петли полностью убрала. Разделила только петли на спинку и на рукава. А спереди я пустила по 5 петелек с каждой стороны для планочки. И саму горловинку я связала 3 ряда платочной вязкой. И затем регланные линии. Причем передние регланные линии я делала прибавки только со стороны рукава. Задние регланные линии я делала классическим образом, прибавками в каждом втором ряду. И при этом сделала вот такие вот дырочки, просто провязывая накиды, как обычно. На рукавах я сделала вот такую вот резиночку. Здесь она привязана следующим образом. Первый ряд мы вяжем скрещенная. Изнаночная, скрещенная, изнаночная, скрещенная, изнаночная, скрещенная. И дальше с двух сторон от этих крайних скрещенных обычные лицевые идут. Во втором ряду, так как я вязала прямыми и обратными рядами, я провязывала все петельки как обычно. Лицевые петельки я провязывала не скрещенными, а обычными. И получилась вот такая вот симпатичная резиночка. И она плотно будет облегать руку. Провязала я реглан на высоту где-то 14-15 сантиметров. И потом решила, что этого будет достаточно. Не хотела я делать никакую длинненькую кофточку. И дальше уже со стороны спинки я провязала от центра укороченные ряды. На центральную часть я оставила 10 петелек. И потом по 5 петелек я продвигалась в каждую сторону, пока у меня не закончились петли под регланными линиями. И затем я сделала обвязку здесь 10 рядов платочной вязкой. И потихоньку я когда провязывала, я вот здесь вот соединяла с планочкой передней. И получился вот такой вот небольшой уголочек. И он мне нравится. Возможно кому-то не очень понравится, но я не стала искать как это можно сделать более круглое, думать. Мне это нужно было сделать очень быстро. И поэтому я эту кофточку связала буквально за 2 дня, за 2 вечера. И осталось мне потом связать рукава. Здесь я делала убавки таким образом, чтобы у меня на запястье очень плотненько облегало руку. Нигде ничего не мешало. Потому что на танцах ручки должны, ну вообще любая одежда, которую вы одели, она должна плотненько прилегать. Для того, чтобы видеть все изгибы, где рука расслаблена, не расслаблена. Поэтому рукав должен был прилегать плотненько. Так что убавки я делала достаточно часто. И закончила я с шестью рядами платочной вязки. Так как у меня уже везде платочная вязка, на резинку я не переходила. И получилось вот такое вот балерон. Так что вот так вот вы можете украсить образ своей маленькой балерины. Ну и на этом все. Большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok